Алексей, национальный расчет депозитаний. Все мы слышали о проекте. В 2016 году он громко гремел, голосование и прокси-лоутинг. Собственно, на какие-то премии даже доминировался, возможно, даже какие-то премии получил. Вот дальше вот это он пошел, то есть, что с ним сейчас происходит. И тот же вопрос я задам, собственно, что я задавал Рене. С точки зрения регуляторной, какие изменения по-вашему стоит носить, стоит ли регулировать что-то или, собственно, текущие возможности регулирования позволяют в полной мере вообще применять ваше деятельность? Олег, здравствуйте. Ну, проект с голосованием, он не просто гремел, он гремит, и я так понимаю, что он готов с голосов, условно воплощению. Значит, это прокси-голосование, то есть, это та ситуация, когда владелец цельной бумаги может посредством различных обученных центров депозитариев своего резюме транслировать через центральный депозитарий, которым является национальный расчетный депозитарий, соответственно, компетентный целью бумаги. Вот этот проект, сидит мой коллега Александр, я так понимаю, что он готов к комплементации. Вопрос, куда мы двигаемся дальше. Мы сейчас пытаемся реализовать проект с учетом прав на коммерческие облигации, тоже цена бумаги. Проект достаточно интересный. И вот здесь мы как раз подходим к третьему вопросу. Это, собственно, что нам мешает и что нам помогает в этой связи с точки зрения нормативного регулирования. Дело все в том, что если мы рассматриваем МРД как, допустим, центр корпоративной информации, которым он является в том числе, то на платформе блокчейна, конечно, все это работает и это все может быть регулировано посредством договорных инструментов с нашими клиентами. Если мы говорим о вопросах депозитарного учета, то о вопросах, скажем, репозитарного учета, это уже один из аспектов нашей деятельности, это регистрация обещевых сделок. И прочих моментов, которые достаточно серьезно отрегулированы в наших действующих законодательствах, здесь есть определенные проблемы. Проблемы связаны, прежде всего, с чем? Ну, нету определения блокчейна как такового. То есть мы со своей стороны, конечно, провели определенную работу, поэтому мы понимаем МРД блокчейн как информационную систему, ну и, соответственно, МРД как операторы системы. Однако на сегодняшний день, если мы говорим о развитии системы учета, получается, что с точки зрения законодательства пока у нас учет двоякий. Не двоякий, а дворичный, скорее. То есть мы можем проводить учет в блокчейне, но мы в настоящий момент обязаны также этот учет проводить и в наших классических учетных системах. Вот это его дорожает процесс, наверное, в общем, это никому особо не надо. Вот. Поэтому, что бы хотелось? Определение блокчейна как такового, законодательного нафига. Я и не услышал, там есть определенные позитивные подвижки в этой области. Вот. И, соответственно, это, наверное, больше уже вопрос к Банку России. Это то, что в рамках и определенных изменений в закон о рынке цельных бумаг необходимо нормативное регулирование на уровне нормативных актов Банка России, связанных с депозитарным учетом, с депозитарным учетом, с тем, что система передачи информации должна как-то тоже соответствовать, потому что есть система каскада, но она, если честно, не в полном мире выполнима опять-таки блокчейн. Вот, наверное, основные проблемы. Ильин, я вижу, вы хотите прокомментировать в этой части ряд вопросов? Пожалуйста. Спасибо. Я хотела, пожалуй, один только прокомментировать относительно возможной законодательной судьбы блокчейна. На самом деле, пока обсуждается такая идея, что существует определенное правило, технология, а если мы говорим здесь именно не в информационной базе, а технологии, которая подлежит в основной информационной базе, она не может находиться в рамках законодательства. Она должна находиться в рамках стандартизации. И вот в этой связи сейчас очень Россия продвинулась в этом вопросе. Вы знаете, что есть такая международная компания, международная организация, которая занимается стандартизацией, и Россия сейчас выступила там с интересным докладом. Было определено, что сейчас, в ближайшее время, я думаю, в ближайший год, на международном уровне будут разработаны и стандарты блокчейна. Если он войдет в стандарты, на самом деле для нас это лучше даже, чем система его легализации, поскольку сама технология продвигается дальше. Если мы ее заряжимим законом, мы просто фактически не сможем новые модификации блокчейна реализовывать в дальнейшем, мы просто заступаем в процесс. Но проблема заключается на самом деле реально в том, что блокчейн он многолекий. У нас есть proof of work, proof of authority, proof of state. И в итоге мы вынуждены сейчас исходить вообще из понимания того, что мы стандартизируем. Если мы стандартизируем целый блокчейн, мы должны тоже понимать, что мы его не сможем дотянуть до каких-то универсальных стандартов. Если мы занимаемся private blockchain, то это, соответственно, возникает проблема электронных подписей. Если это будет public blockchain, то, соответственно, там другой момент. Поэтому стандарты разрабатываются. У нас есть специальные рабочие группы и ДК-26, которые этим собственно сейчас занимаются. Я думаю, в ближайшее время какие-то идеи будут уже определены. Спасибо. Хороший вопрос на вас где-то вы подняли с точки зрения. Пожалуйста, здесь в связи. Пускай это будет стандарт, абсолютно ничего против и поддерживает, а пускай тогда в нормативной базе и в законодательстве будет связано, что, например, определенные действия, совершенные при помощи этого стандарта, с использованием этого стандарта, воспринимаются правоохранительными судами, банками России, как подтверждение определенных юридических значений. Совершенно верно. И именно этот контекст должен быть изложен. Мы должны в закон вводить продукты этой деятельности. То, что в результате этой технологии мы получаем. И вот здесь как раз таки, несомненно, все эти вещи должны быть в законе отражены. Но сама технология должна остаться вне закона. То есть вот этот вопрос уже вроде как даже решен. Спасибо. Коллеги, отличная тема, на мой взгляд, соотношение блокчейн и электронного документа оборота. То есть вот в контексте традиционного электронного документа оборота, несколько раз в докладах сегодня это звучало, все-таки ваш взгляд. Блокчейн это замена электронного документа оборота? Это новый транспорт электронного документа оборота? Это что? То есть вот как соотносится блокчейн как систему децентрализованного внесения распределенного хранения информации и электронный документ оборота? Какой ваш взгляд с точки зрения перспектив замены или внедрения блокчейна в электронный документ оборот? Я всей панели, наверное, этот вопрос задам, то есть кто готов ответить, пожалуйста. Это скорее не замена, а вариант реализации. В некоторых системах действительно сейчас существует проблема с бумажными лакитой, когда непонятно кто кому что присылает, кто подписывает, когда это все наконец дойдет и когда клиенты получат деньги. Если мы вводим электронный документооборот с помощью системы блокчейн, соответственно все транзакции, подписания, приводы и остальная операция совершается быстрее. Но это применимо конкретным проектом, не в общем и целом, то есть тотальная блокчейнизация всего процесса. Если у нас есть потребность решить проблему с помощью технологии, мы ее решаем. Другой вопрос именно с пониманием блокчейна, частного и публичного, но нам возвращается к предыдущим вопросам. Блокчейн и вот смарт-контракты, соотношение документооборота криптовалюты, то есть что выступает активом данной системы. Если мы рассматриваем блокчейн именно как средство для перемещения быстрого по всем распределенным реестрам определенной валюты, то здесь возникает вопрос, как именно эта валюта должна регулироваться и что именно из себя эта валюта представляет. Виталик Бутерин на своей лекции в высшей школе экономики как раз отметил, что смарт-контракты, по сути, ну, нечто несущественное по первоначальной затумке без криптовалюты. Соответственно, с этой логики, если у нас смарт-контракты были запрограммированы на документооборот, то документ, он не является криптовалютой и, соответственно, это не подпадает под предначальное определение смарт-контракта. То есть здесь вопрос многоликости блокчейна, что именно выступает объектом его функционирования и распределения, и, следовательно, из этого возникают вопросы, что должно быть регулировано. Именно этот объект, его обращение в блокчейне, либо самооформление этой технологии, либо те аспекты, которые затрагиваются при ее функционировании, как, допустим, персональные данные, банковские данные и другие вопросы. И, соответственно, существенные признаки этой системы. Вот если, к примеру, будет для участников системы зашифрована информация о транзакциях других участников, но бедная информация о транзакциях своих, это будет блокчейн? Или же это будет уже другая система с элементами блокчейна, если это будет распределенный реестр? Продолжение следует...